В этот день, 23 июня, родились Александр Бинкендорф, граф, полководец времен войн с Наполеоном, позже главный жандарм, начальник третьего отделения, политической полиции Российской империи. Российский астроном Лидия Цыраская, она обнаружила 219 новых звезд. Анна Ахматова, выдающаяся русская поэтесса. В этот день, 23 июня 1710 года, в ходе Великой Северной войны, был взят город Выборг. 23 июня 1715 года умер свидетель митрополит Тобольский Иоанн. Вряд ли мог подумать, будучи святой, как далеко забросит его жизнь. Он родился в городе Нежин, в той части Украины, которая и не была под короной русских царей. Сын богатого шляхтича, он удалился в Киево-Печерскую Лавру. Как многие монахи тех земель и того времени, боролся с унианством. Учился в Киево-Могилянской академии, превосходно знал латинский. А в Москву первый раз брат Иоанн попал в 1677 году. Это была международная дипломатическая миссия. Нужно было заручиться защитой русского царя от кровавого нашествия турок. Блестяще образованный умный монах с блеском выполнил задачу. И так был замечен и при царском, и патриаршем дворах. В 1697 году патриарх Московский рук положил его во епископы Черниговские. Заметным делом на этом месте стало учреждение Черниговского коллегиума. Потом его возьмут за образец для всех российских духовных семинарий. А вот служение в Сибири было делом рук светлейшего князя Меншикова. Тот не любил независимого пастыря и позаботился, чтобы его отправили в Тобольск. «Да, далеко мне ехать, но князь будет еще далее меня», – предрек владыка и был прав. Меншикова позже сошлют куда севернее. Несколько лет служения в Сибири – яркий пример личной святости и просветительской деятельности. Новый митрополит Тобольский крестил немало язычников, на личные средства поддерживал школу и выписывал новых учителей. Устраивал обеды, приглашая на них сирых и убогих, коим и прислуживал сам. Митрополита Тобольского Иоанна канонизировали в 1916 году. Однако и за сто лет до того писали «Митрополиту Иоанну Максимовичу здесь такая великая вера, что многие носятся чудеса». 23 июня 1724 года Российская империя и Турция в Константинополе заключили договор о разграничении сфер влияния на Кавказе. 23 июня 1625 года в СССР учреждены ленинские премии. С 1935 года они были названы «сталинскими». 23 июня 1734 года в Кремле чествовали первых героев Советского Союза – летчиков, спасителей пассажиров парохода «Челюскин». Операция по спасению парохода «Челюскин», что потерпел крушение в Альдах Арктике, стала едва ли не главным медийным событием 1934 года. Все начало года советские газеты рапортовали о терпящем бедствии судне. В апреле следили за тем, как тяжелые самолеты сталинских «соколов» садились на льды и увозили на Большую Землю более ста незадачливых пассажиров «Челюскина». А потом еще несколько месяцев пышно чествовали героев-летчиков. 20 апреля очень кстати было учреждено звание Героя Советского Союза за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. Звание сразу и вручили Ливаневскому и компании, тем самым полярным летчикам. Марина Цветаева посвятила новым героям стихотворения в духе времени «Челюскинцы. Звук, как сжатые челюсти» и так далее. Про них складывали частушки. В июне из Владивостока двинулся специальный поезд. Через весь Союз, да весь во флагах, да транспарантах везли героев показать стране. Далее своих любимцев приветствовал товарищ Сталин. И на митинги, и награждал, и тост поднимал за здоровье Ливаневского и всех героев Советского Союза мужественных, храбрых и достойных сунов нашей Великой Родины. Вообще, как многие отмечают, именно тогда в СССР зародилась традиция больших кремлевских приемов. А как отметил острослов-британец Бернард Шоу, что вы за страна? Полярную трагедию вы превратили в национальное торжество. 23 июня 1941 года газета «Правда» впервые назвала начавшуюся войну Великой Отечественной. 23 июня 1944 года в Белоруссии началась военная операция «Багратион Красный Арм». Часто это сражение на Советско-германском фронте называют образцом воинского искусства. А началось все чуть не за полгода, до лета 1944 года, с подготовки. Ставка вводила противников в заблуждение. Войска в Белоруссии отходили от линии фронта, возводили укрепления. Все там якобы готовилось к глубокой обороне. А в июне три советских фронта в одночасье перешли в наступление. 23 июня немецкая оборона затрещала. Прорывы уже достигали 20 км глубины. В двухмесячных боях участвовало больше трех миллионов человек. Немецкая группа армий «Центр» была фактически уничтожена. Таким был от 1.23 июня.